На свежий воздух, на руках. Журналисты выносят Тамару Мефодиевну из подъезда во двор. Другого способа выйти из дома по улице Зайнабишевой у Фимки нет. Из-за болезни она оказалась в инвалидном кресле. Женщина говорит, что не выходила на улицу с 2010 года. 9 лет назад получили квартиру в этом доме с устным обещанием оборудовать входную группу и до сих пор ничего не решается. 5 лет назад Тамара Раскатова обратилась в мэрию с просьбой оборудовать дом пандусами. Чиновники ответили, что поставили ее в очередь. Но в последующие годы приходили лишь отписки. И ситуация так и не сдвинулась с места. Когда терпение у женщины лопнуло, дело дошло до суда. Судом постановлено провести обследование и дать заключение, соответствующее заключение. Но если соответствующее заключение, в чем должна быть суть этой фишки, этого заключения? Возможно сделать или невозможно? Если возможно, то целесообразно или нет? Все. Не надо панду сделать, ребята, не надо. Вас суд не к этому обязал. Не к этому обязал. Проведите обследование и дайте заключение. Все. От вас больше ничего не требуется. Три года назад пандус все же установили. Кто его сделал, никто не признается. Однако воспользоваться этой металлической конструкцией не получилось. Жители были не согласны с проектом данным. Оно мешало препятствовало изначально выходу из подъезда простых жителей. Поэтому часть пандуса, вот эту площадку, демонтировали на сегодняшний день. По проекту должен быть с правой стороны, а у них расположен он с другой стороны. Я как увидел, я чуть в обморок не упал. Я говорю, вы что соорудили? Спуск для инвалидов. Я говорю, хорошо, для нее спуск. А как людям проходить? Просто людям проходить? Почему вы нарушаете права всего дома? Сейчас разрабатывается новый проект. Согласно нему пандус будет расположен с правой стороны. Но сначала за эту схему размещения должны проголосовать собственники квартир. Они, конечно же, не против того, чтобы пандус был, потому что проживающий инвалид – это уже их сосед. И они не хотят ему неприятностей и каких-то трудностей ему доставлять. Возле дома Тамары Мефодьевны уже в четвертый раз собирается межведомственная комиссия. Основной вопрос на повестке – за чей счет устанавливать пандус. Не могут определиться, кто будет финансировать. Администрация города, районы, либо Минтруд, либо, пока непонятно, либо управляющая компания. И все от себя как бы отписывают, что это не их дело. Предлагалось установить пандус за счет жителей дома. Однако такая идея не получила поддержки. Мы на общем собрании вынесли такое решение, то есть об утверждении сметы расходов на установление пандуса. Но, однако, люди проголосовали бы против. Решить вопрос с установкой пандусов не поможет и проект «Единая страна. Доступная среда». Он призван оказывать помощь людям с ограниченными возможностями здоровья и создавать им необходимые условия. Выделяется на доступную среду с федерального бюджета деньги, но эти деньги предусмотрены только на социальные объекты, то есть на жилые дома они не идут, не распространяется это. Когда решится этот вопрос, неизвестно. Возможно, это произойдет, если чиновники найдут общий язык между собой и определят источник финансирования. А пока Тамаре Мефодиевне придется и дальше сидеть дома. Рустам Нурешев, Роман Гуманов, Городской телеканал ЮТВ.